я сегодня расскажу о восприятии температуры сразу скажу что это не будет лекция по физике однозначно хотя вроде бы температура температура это довольно сложный феномен с точки зрения термодинамики молекулярно-кинетической теории но я не чувствую в себе сил достаточных знаний физики для того чтобы влезать вот физический смысл температуры поэтому этот вопрос я постараюсь аккуратно обойти и расскажу о том а как же мы воспринимаем температуру как мы ее чувствуем то есть делать лекцию по биологии это надо сказать довольно простую как на мой взгляд тут сильно в дебри я тоже не буду забираться и начну я с такого примера который многим людям знаком который касается того как мы воспринимаем температуру когда мы моемся в душе и тут есть такая проблема что когда мы пытаемся подобрать подходящую температуру воды нам очень часто это не удается вот то стоит только немножко повернуть кран и вода из слишком горячей становится слишком холодной или наоборот причин для этого досадного явления много и некоторые из них из области техники скорее потому что он действительно температура воды меняется там можно рассказывать про то как устроен смеситель как там регулируется напор воды и так далее но я сегодня расскажу о том что это не только смесители трубы виноваты в этом а частично в этом виноваты мы сами наши механизмы восприятия температуры на самом деле мы температуру можем ощущать по всякому мы можем там использовать какие-нибудь технические средства или дополнительные приспособления для того чтобы определить температуру ну самый типичный прибор термометр всем знакомый прибор в который помещен столбик жидкости жидкость при повышении температуры расширяется соответственно этот столбик жидкости вдоль шкалы ходит и показывает нам какая же есть температура ну или же можем провести такой простой эксперимент с такими баночками с водой куда мы добавляем краситель в данном случае тут два разных красителя но это не принципиально и как мы видим что в той баночке куда добавляют красный краситель он распространяется значительно быстрее а почему дело в том что в баночке куда капается красненькая там горячая вода а там куда капается синенькая там холодная и вследствие того что молекулы в баночке с горячей водой движется быстрее температура выше то молекулы красителя среди них распространяются также быстрее то есть это так вот мы можем наглядно увидеть или при помощи специальных средств измерить но в общем у нас есть и собственные механизмы встроенные в наше тело которые нам позволяют это определить ну например вот был проведен производителями сантехнического оборудования в свое время такой себе эксперимент на домохозяйках когда их просили определить что по их мнению является холодной теплой горячей водой ну и на основании этого построен такой забавный график стало видно что действительно объективно по представлениям домохозяек но теплая вода это там от сих до сих горячая от сих до сих и так далее насчет очень горячей воды правда их мнение довольно сильно разошлись для кого-то 40 градусов это уже очень горячо а для кого-то и 80 это более менее нормально уж не знаю как пострадали ли те домохозяйки которые в общем имели дело с водой в 80 градусов но об этом не сообщается в этой статье и вот вроде какой-то график построен но на самом деле проблема заключается не только в том что у разных людей могут немного быть разные субъективные представления о температуре что есть горячая что есть не горячая но и о том что эти представления могут меняться и у одного и того же человека ну о чем я говорю есть такой совершенно классический эксперимент физиологии который проводят во всех университетах а иногда даже и в школах для этого нам нужны три мисочки с водой в одной из них вода будет холодной в другой теплой в третьей вода будет горячей для начала нам нужны только две крайние миски мы опускаем одну руку в миску с холодной водой другую в миску с горячей водой и там их какое-то время держим после чего мы опускаем обе руки в миску с теплой водой которая у нас стоит посередине и мы чувствуем очень странные вещи при этом та рука которую мы перенесли из миски с холодной водой чувствует что ей стало тепло та рука которую мы перенесли из миски с горячей водой чувствует что холодно стало и при этом то есть эти руки они посылают нам совершенно противоречивые сигналы хотя они объективно находятся в одной и той же мисочке с одной и той же температурой воды ну и собственно то с чего я начал случай в душе да когда мы немножко крутим кран и температура воды вроде бы очень резко при этом изменяется на самом деле изменение температуры тут действительно есть но настолько ли оно велико как нам кажется на самом деле нет на самом деле мы вообще можем определять изменение температуры довольно небольшое это легко доказать там простейшими наблюдениями из нашей повседневной жизни например мы при помощи при касании колбу ребенка можем более менее точно установить когда у него поднялась температура ну или не ребенка тут собственно чему-либо мы касаемся кто заболел или когда на прохладной температуре руки у людей у некоторых оставают и мы коснувшись холодных рук этих людей явственно ощущаем что не очень холодные хотя на самом деле мы понимаем что и у ребенка температура не 80 градусов а там в пределах 40 как правило и холодные руки они не сильно то холодные то есть на самом деле мы чувствуем градиенты довольно таки небольшие и собственно как мы это делаем попытаюсь показать и объяснить что же там не то в душе и с другими примерами значит для этого надо немножко закопаться в то как устроен наша система которая анализирует температуру я разберу сначала схему анализатора на примере зрительного тот который нам наиболее известен и понятен имеются рецепторы они у нас находятся на сетчатке глаз от глаз идут зрительные нервы эти зрительные нервы идут в наш головной мозг конкретно местом которое обрабатывает информацию оттуда являются затылочные доли это вот общая схема анализаторы она в принципе справедливо для всех анализаторов только с некоторыми вариациями в частности температуру мы ощущаем рецепторами которые находятся у нас но в разных местах но в частности в коже от них идут идет информация по нервам она проходит через спинной мозг проходит через таламус и наконец анализируется в коре больших полушарий головного мозга то есть общая схема в общем то сходная но в чем тут будет довольно большое отличие от зрительного анализатора когда мы используем зрительный анализатор мы используем глаза то есть органы которые анатомически очень четко определены которые мы можем увидеть и даже потрогать что касается того что у нас есть в коже то там далеко не так все анатомически выражено там имеются как правило очень мало заметные и мелкие по размеру структуры ну вот вы видите их некоторое разнообразие там и тельца руфини там диски меркель и так далее но что касается того чем мы ощущаем температуру то тут мы не увидим практически вообще ничего даже гистологически даже в микроскоп посмотрите то чем мы ощущаем температуру это просто голые фактически нервные окончания то есть мы не увидим никакого не органа не даже специализированный какой-то ткани здесь а что же мы увидим в этом нервном окончании если попробуем разобрать что там внутри тут достаточно сложная уже схема которая показывает функционирование процесса что мы увидим значит здесь представлен участок фактически нервной клетки которая ощущает температуру и что мы здесь видим мы видим цитоплазму этой клетки легко это ее отростка и мы видим с двух сторон мембрану которая покрывает клетку и вот в мембране клетки мы видим белки которые собственно у нас и отвечают вот они за восприятие температуры эти белки они по сути дела являются ионными каналами то есть белками которые транспортируют заряженные частицы либо вы клетку либо из нее и как раз таки эти белки они напрямую там или через систему вторичных посредников которые находятся в клетке они приводят к тому что эта клетка нервная она начинает генерировать нервный импульс ну к слову говоря нервный импульс это в общем то тоже по своей природе явление связанное с транспортом заряженных частиц через мембрану клетки и у клетки они передают нервные импульсы то есть повторюсь что никакой анатомически сложной структуры здесь нет а мы имеем дело с белками которые находятся в мембране самих нервных клеток в точности нам кстати говоря на сегодняшний день неизвестно как эта система в точности работает и сами эти белки они были открыты тоже на самом деле не так давно ну тут есть несколько семей из белков но главное из них это так называемое семейство терпи белков этих терпи белков и терпи рецепторов есть какое число вот тут график опять-таки тут температура которую они могут ощущать и тут сверху показана реакция отдельных рецепторов снизу наши ощущения которые от них идут и что мы видим мы видим что эти рецепторы условно можно разбить на две группы это холодовые рецепторы ощущающие температуры ниже нашей температуры тела и тепловые которые ну около того или выше ну и ниже собственно те ощущения которые при этом возникают ощущение холода ощущение тепла и кстати говоря здесь мы увидим еще ноцицепцию подписано на сисептерс это болевые ощущения дело в том что восприятие температуры у нас очень тесно связано с восприятием боли и доделить их друг от друга зачастую становится очень трудно ну и кроме того мы видим любопытный тут феномен один что холодовые рецепторы в области относительно высоких температур вдруг тоже дают сигнал тоже довольно интересно и вот давайте вернемся к нашему примеру с душем ну может для начала его немножко упростить значит что будет если мы ненадолго подставим руку под струю холодной воды значит вверху показано как реально изменится температура кожи руки ну сначала понизится соответственно потом постепенно повысится но что же мы при этом ощутим сначала включится наши холодовые рецепторы и сначала довольно активно потом их активность будет постепенно спадать то частота с которой они передают нервные импульсы и напротив когда мы руку уберем из-под холодной воды то включится наши тепловые рецепторы в то время как сигнал со стороны холодовых будет уже довольно слабый. И теперь если представить, что мы не просто убрали руку из-под струи холодной воды, но еще и подставили ее под воду более теплую, то у нас очень ярко среагируют как раз эти тепловые рецепторы, а холодовые будут в это время относительно молчать, и мы почувствуем, как будто бы температура очень резко поменялась, даже если она поменялась на самом деле совсем-совсем чуть-чуть, буквально на несколько градусов. Ну и наоборот, соответственно, произойдет то же самое из теплой воды в холодную. Ну и аналогично ощущение вот тут на примере этого мужчины, значит, показано, значит, когда есть некоторые люди, которые вот в крещении иногда просто зимой любят покупаться в проруби. И вот в проруби на самом деле очень холодно, и субъективное ощущение каковы. Когда человек выходит из проруби, то ему может стать субъективно довольно-таки жарко, и даже не хотеться одеваться, а некоторое время он может даже просто походить. Почему? Дело в том, что когда производятся эти купания, то на крещении вообще на воздухе довольно холодно, и если стоять рядом с этим человеком там в шубе и шапке, то кажется, что вообще у него не все в порядке с головой. Но на самом деле его рецепторы просто его немножко обманывают. Почему? Да потому что температура поменялась, и его рецепторы говорят ему, что как будто бы стало тепло, хотя объективно все еще остается холодно, но стало-то гораздо теплее, чем было после того, как он вылез из воды. На некоторое, на короткое время очень. Потом-то, конечно, он опять начнет остывать уже в воздухе, и они его обманули. Плюс к этому тут включается аномальная еще реакция некоторых рецепторов, и вот так вот мы оказываемся обмануты нашими рецепторами. Более того, есть вещества, которые наши рецепторы тоже могут обмануть. Например, в красном перце содержится вещество капсаицин, которое, связываясь с так называемыми тепловыми рецепторами, может создать нам субъективное ощущение повышения температуры. Есть вещество ментол, которое есть в жевательных резинках, в зубных пастах, многих и так далее, которое создает субъективное ощущение холода, когда связывается с нашими холодовыми рецепторами. Таким образом, никакого реального повышения температуры или понижения нет, а мы это почувствуем благодаря тому, что эти вещества, эти рецепторы наши обманывают. Кроме того, наше восприятие температуры, как я уже говорил, оно построено на восприятии какого-то градиента, то есть изменения, и поэтому его можно постепенным изменениям тоже несколько подобмануть. Например, если вы парите ноги, я не буду сейчас обсуждать, надо это делать или не надо, когда вы простыли, но если вы это делаете, то вы могли наблюдать такое. Сначала засунуть ноги в тазик с горячей водой довольно страшно и сложно, потому что вода горячая. Но потом, когда они находятся там, проходит какое-то время, вода объективно в тазике, на самом деле остыть не успевает серьезно, но при этом вы ощущаете, что вода как-то, ну и не такая уже горячая, можно доливать еще воды погорячее, а потом еще погорячее, и потом еще погорячее. И так можно дойти до того, что доливать вообще очень много кипятка, и почти этого не почувствовать в конечном итоге, либо вообще на самом деле ноги себе и пообжечь. А потому что вот этот градиент не чувствуется, и наши рецепторы нам не говорят того, что должны сказать. Более того, есть какая-то долговременная адаптация, правда мне тут сложно сказать, насколько она на уровне терморецепторов, а насколько она на уровне того, что у нас в голове творится, чисто психических процессов. Но тем не менее. Значит, вот здесь показана среднемесячная температура в нашем любимом городе Харькове. И мы видим, что, например, в мае и в сентябре температура среднемесячная, строго говоря, одинаковая. Но в мае нам кажется значительно теплее, чем в сентябре, потому что май у нас идет после холодной зимы и начала весны, а сентябрь у нас идет после жаркого достаточно лета. И поэтому нам он кажется холоднее, хотя, повторюсь, какой тут механизм за этим стоит, я лично не готов утверждать. Кроме того, разные части нашего тела по-разному чувствуют температуру. На самом деле, вот современные изобретения, такие бумажечки, которыми оборачиваются пластиковые или другие бумажные стаканы. Я опять забыл, как они называются, хотя мне на репетициях... Да, капхолдер, это я и сам помню, другое название говорили. Но неважно. Так вот, мы берем стаканчик через эту бумажечку, потому что рукой нам взять стаканчик слишком горячо. И тем не менее, его содержимое многие из нас совершенно безбоязненно отправляют в роте. Ну и есть и другие примеры, какую там часть тела труднее подставить под струю холодной воды или под холодный душ. Кроме того, наше ощущение температуры, оно, строго говоря, зависит не только от температуры как таковой, но и от других внешних факторов. Если вы читали прогноз погоды в интернете, то вы знаете, что там очень часто есть графа по ощущениям. И она меня в первое время всегда удивляла. Например, как это? Например, объективно 14 градусов, а по ощущениям 15. Или плюс 23, а по ощущениям плюс 25. Я всегда думал, что это такое по ощущениям? Какая температура есть, так такая и есть. Но на самом деле, ощущение температуры зависит от того, насколько влажно и не дует ли ветер. Если дует, то насколько сильный, то есть насколько сильно мы будем остывать просто, насколько быстро. И это тоже влияет. Ну и, наконец, вот я расскажу об эксперименте, который привел один из популяризаторов науки, у которого есть англоязычный канал Научпоп на Ютубе. Он ходил, это было все весной или осенью, в общем, когда довольно прохладно уже на улице, он ходил по рынку или какой-то улице и предлагал людям дотронуться до двух предметов. Это был жесткий диск, насколько я помню, и какая-то книжка. И спрашивал их, а вот как по-вашему что холоднее? Или может у них там одинаковая температура у этих двух предметов? И люди касались к ним и говорили, да вот же жесткий диск, он холоднее на ощупь. После чего он доставал термометр, измерял их температуру, и она, понятное дело, оказывалась одинаковой. И он дальше спрашивал, а как вы теперь думаете? Вот если я положу на два этих предмета кусочек льда, то где он быстрее расставит? На жестком диске или на книжке, в каком-то деревянном бруске. Ну и люди, в общем-то, под влиянием того, что они субъективно воспринимают жесткий диск с металлическим покрытием как более холодный, так они и говорили, ну, конечно, на жестком диске продержится дольше, потому что он холоднее. После чего он действительно проделал этот эксперимент, и на металлическом покрытии лед таял быстрее, чем на том другом предмете. И связано было и это более быстрое таяние, и то, что он воспринимается в жесткий диск как более холодный, не с тем, что у него, естественно, более низкая температура, а в том, что у него просто более высокая теплопроводность, и легче ему обмениваться температурой, грубо говоря, с окружающими предметами. Так что, как мы видим, на наше восприятие температуры влияет очень много разных факторов, и очень сложно сказать, что мы объективно ощущаем то же самое, что ощущает градусник-термометр. Но, с другой стороны, может быть, нам это и не сильно нужно. В конце концов, наши рецепторы это результат длительной эволюции, и, в общем, они неплохо адаптированы под наши ежедневные запросы, если, конечно, не считать вот этого обидного казуса с душем. Ну, а закончить я хочу такой вот картинкой. Прямого отношения к теме не имеет, но зато на ней изображены тихоходки. Одна замерзшая, другая, так сказать, при повышенной температуре. На этом хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо. А, и тут должен сам руководить вопросами. Да? Ну, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Как всегда, на высоте тут, без сомнения. Такой вопрос. Вернемся к вопросу, ну, к тени проруби. Если вот человек перед тем, как нырнуть в прорубь, все-таки какое-то время походит без одежды по воздуху и нырнет в прорубь, он почувствует, что там теплее? Ведь все-таки температура воды больше, чем воздуха зимой. Я думаю, ну да, объективно вода не может быть там ниже нуля градусов, да, понятно, что она там плюс сколько-то там есть. И я думаю, что если долго, прямо перед нырянием в прорубь, прямо так долго-долго походить, и чтобы было совсем холодно, да, возможно, и почувствует. Ну, я дело в том, что рассказываю об этом, обо всем теоретически, потому что я, например, вот в прорубь все-таки ни разу не нырял, да, мне тут сложно говорить с уверенностью, исходя из моего понимания ситуации, по идее должен. А вот там домохозяек, когда спрашивают про их очень горячую, там не очень горячую воду, их пальцы ногами опускали? Нет, ну насколько я понимаю основную работу домохозяйки, то она все-таки проводится руками, и думаю, что все-таки они пробовали рукой. Да, ну потому что, ну что там домохозяйки, там моют посуду, там что-нибудь еще, то есть думаю, что так. Хотя, опять-таки, я не сильно вчитывался в протокол измерений, собственно говоря, он там был и расписан, не очень здорово. Я услышала такую историю, что компания Молодец Тибир залезли в джакузи, и сам механизм регулировки температуры был сломан, и температура постепенно повышалась. То есть, таким образом люди, грубо говоря, сварились заживо. Реальна ли такая ситуация? Или это просто... Нет, ну тут, конечно, реально ли, что они сварились заживо, зависит от их времяпрепровождения до того, как они залезли в джакузи. Да, и в каком они были, скажем, психотеологическом состоянии. Но, то есть, я не могу не подтвердить, не опровергнуть реально конкретно этот случай, я о нем не знаю объективно, но, исходя из истории с тем, когда люди парят ноги, то вообще реально не почувствовать какого-то уже повышения температуры, если оно происходит действительно постепенно, постепенно, то есть очень медленно, да, и при этом вот все время остаешься в этой горячей воде. Но насколько реальность этой истории, я не берусь судить конкретно. А когда человек пьет алкогольные напитки, ему кажется повышение температуры, это имеет такую же природу, как и ментол или перец чили? Нет, это имеет не такую же природу, то есть, я не могу сказать, что там алкоголь связывается с нашими рецепторами температурными, это просто связано с тем, как алкоголь влияет на сужение, расширение сосудов и реальный наш теплообмен, на самом деле. То есть, тут не совсем обман такого рода, как случай с ментолом и капсайцином. Пожалуйста. Вот сейчас сначала тут и потом ближе. Да, я просто... Дякую за лекцию. Мы на продовжение обопередних питаний с приводу в джакузи и всего еще. Мы показывали треховое, на котором было 36,6. И мы на питание, откуда наш организм знает, что у нас постельно мает быть температура 36,6. Есть люди, которые на 35,6, у кого же 37,6, но их меньше. И как этот организм потом возвращается после джакузи, сауни, я не знаю, гарячих, теремии, теремии, я не поворотается подрежье тихий. Мы относимся к так называемым гомеотерным животным, то есть тем, кто может поддерживать постоянную температуру тела, более-менее постоянную. Надо сказать, что она не является настолько постоянной, что она 36,6 в любой точке организма постоянно. На самом деле 36,6 это такое усреднение очень большое. Во-первых, температура в разных частях организма разная. Во-вторых, она на протяжении суток изменяется, в-третьих, она разная у разных людей несколько отличается, и так далее, и так далее. У организма есть механизмы поддержания постоянства главных параметров гомеостаза. И вот в гомеостаз гомеотермных, к числу которых мы относимся, входит поддержание более-менее постоянной температуры. Механизмы поддержания температуры я сейчас не готов от А до Я рассказать, это будет достаточно долго. Это отдельная большая тема терморегуляция. Для этого есть соответствующие механизмы как на уровне отдельных клеток, так и на уровне всего организма. У меня такой вопрос. Смотрите, в холодное время года вала выхожу я на улицу позаниматься на турниках. Естественно, после пяти минут буквально организм становится жарко, я раздеваюсь буквально до футболки, хотя, можно сказать, и не лежит. Спустя полчаса в непрекращаемых тренировках жара в организме спадает. Я понимаю, что это происходит из-за улучшения сердцебиения, расширения сосудов, но все же жара спадает при таком сердцебиении. Почему это произошло заранее, через пять минут после таких же нагрузок, но потом спадом и уже становится холодной и приходится опять одеваться? Ну, на самом деле, как я вижу сей эту ситуацию. Наши мышцы, когда работают, они производят не только полезную работу, то есть сокращение, но они вырабатывают тепловую энергию, которая рассеивается. Соответственно, когда мы интенсивно работаем или занимаемся спортом, то наш организм объективно нагревается, и поэтому нам действительно может стать жарко, включаются механизмы снижения температуры тела, патоотделения прежде всего и так далее. Когда мы это продолжаем делать, то, во-первых, как я говорю, наши рецепторы с одной стороны адаптируются частично, как это в общем и к температуре, которая повышается за счет внешних факторов происходит, с другой стороны мы просто начинаем действительно остывать за счет того, что у нас расширились сосуды и увеличился теплообмен с окружающим пространством, мы начали потеть и за счет этого остывать и другие механизмы. То есть в данном случае реально изменяется температура тела, то есть тут речь идет не только о кажущемся чем-то, но и о температуре воздуха, но и о реально изменяющейся температуре организма. Здесь обман какой-то рецепторов тоже может быть, но тут просто происходит, если он есть не на ровном месте, тут реально есть изменение температуры, вызванное объективными факторами. Да. У меня только к вам вопрос. Скажите, а если на животное и на человека подействовать одним и тем же фактором, например, одинаковой температурой холодной, одинаково ли отреагируют животное и человек? Нет, ну смотря какое животное, есть животные, у которых оптимальная температура тела-то на самом деле ниже нашей, на самом деле если мы возьмем в руки некоторых животных, у которых в норме более низкая температура тела, там возьмем например какую-нибудь лягушку и будем ее полчаса в руках держать, то вообще говоря ей станет плохо от этого значит и она может от этого очень серьезно пострадать или то есть ее восприятие будет в данном случае иное или например вот есть классическая история с шершнями и пчелами в Японии насколько я помню в Японии хотя тут я могу соврать шершни они атакуют ульи пчел да причем они делают это очень хитрым образом сначала залетает разведчик он смотрит ага ульи там он улетает и за ним прилетает вся братва или сестринство в данном случае потому что все это самки общественных перепончатокрылых и вот что делают пчелы на самом деле они пытаются убить разведчиков причем убить его ужалив они не всегда могут потому что шершни они гораздо крупнее сильнее не так-то просто их ужалить и поэтому что они делают они облепляют этого шершня начинают интенсивно работать крыльями повышают температуру и вот тут фокус пчелы которые привыкли к жизни в таком тесном коллективе где все постоянно тусят и температура как-то поднимается да у них вот этот температурный максимум выше чем у шершни и они это повышение температуры более-менее переносят а шершень нет и он погибает от этого то есть даже разные животные очень близкие казалось бы шершень и пчела это в общем родственное то у них даже может это восприятие быть разным ну и соответственно если есть разные температуры которые могут переносить животные разные так у них и субъективные восприятия что есть хорошо что есть плохо что есть холодно что есть жарко они тоже естественно будут разные а если пример взять приматов ну приматов опять-таки мы же ведь из приматов одни из наиболее холодостойких на самом деле так далеко на север ну разве что японские макаки заходят и то они там любят сидеть в горячих источниках чтобы не сильно остывать то есть для большинства обезьян то что для нас кажется более-менее нормально будет холодно и там где многим обезьянам будет нормально нам будет жарковато ну и потому что просто мы адаптированы под немножко разные мы много говорили о температуре сегодня с точки зрения элементарной логики вот как чем как пояснить это что повышение температуры всего лишь на 5 градусов губительно для человека вот ну учитывая что он приспосабливается эволюционно длительное время к окружающей среде и так далее спасибо за это да действительно если температура возрастает довольно незначительно казалось бы да что такое повышение температуры тела с 36 там до 41 градуса но 41 градус это уже очень плохо дело в том что как я уже говорил мы относимся к так называемым гомоэтермным животным то есть животным которые приспособлены к более-менее постоянной температуре тела есть животные которые могут переносить довольно сильные колебания собственной температуры тела которые могут совершенно спокойно и нагреваться довольно сильно и остывать например какая-нибудь ящерица в пустыне она днем очень сильно нагревается ночью она очень сильно остывает то есть это ну не какое-то непреложное свойство конечно всего живого но конкретно для вот этой линии которой относимся мы что характерно мы умеем регулировать температуру своего тела и мы не умеем практически переносить какие-то ну если она выходит очень сильно за пределы то есть мы на это реагируем ну на охлаждение там несколько более спокойно чем на конечно запредельное нагревание да но вот у нас эти адаптации у нас их нет потому что в нашей эволюционной линии ставка шла именно на то что мы сможем более-менее всегда поддержать внутри себя постоянную температуру и поэтому наши там белки и другие внутриклеточные системы которые у нас внутри организма они этого не выдерживают но это конкретно это конкретно мы такие и остальные гомеотермы хотя есть например какие-нибудь гетеротермные животные вроде там летучих мышей которые умеют и постоянную температуру тела поддержать и когда нужно очень сильно ее снизить но кстати говоря перегревание и они переносят очень плохо почему и погибают в оконных ловушках иногда да а почему все-таки настолько сильно различается ощущение воды и воздуха температура воды и воздуха в принципе и в смысле по температуре ну мы просто по-разному контактируем с водой и с воздухом ну с жидкостями и с газами мы просто контактируем по-разному с этим с этим это ну теплообмен да ну и теплообмен естественно тоже вода конечно она даже если она всего на несколько градусов будет холоднее чем наше тело то есть если мы зайдем в воду 30 градусов и посидим в этой воде там 3 часа то мы замерзнем потому что от нас потихоньку-потихоньку на тепло будет уходить если мы посидим при температуре 30 градусов воздуха нам даже нам даже нам даже и жарко будет скорее всего от нас тепло так на воздух не будет уходить градиент для этого воздух я слишком ну просто контакт поверхность контакта с молекулами в газе и поверхность контакта с молекулами в жидкости она совсем будет разная принципиально здесь и вот пожалуйста тут такое часто возникает такая проблема съели мы много острого перца капсаицин обман горит в арту можно ли это скомпенсировать ментолом? нет думаю что это мы ментолом не скомпенсируем это мы скомпенсируем если мы что-нибудь такое вроде молока например выпьем ну известный способ освободить эти рецепторы я думаю что если мы соединим капсаицин с ментолом то у нас будут очень странные ощущения но они нам не будет казаться что все в порядке ну вот я так это я так это опишу не будет казаться что наступил полный порядок так да пожалуйста вы сказали что терморецепторы связаны с ноцицепторами правильно? ну просто терморецепция и ноцицепция они по своей природе очень тесно связаны потому что вот эти терпи рецепторы они фактически некоторые из них попросту являются ноцицепторами реагируют на экстремальные влияния другие воспринимают температуры ну так как-то одно в другое ну хорошо тогда мы допустим возьмем случай с джакузи когда мы сидим в джакузи и постепенно температура увеличивается почему терморецепторы не реагируют но как бы им кажется что все в порядке то есть их мы обманули а ноцицепторы нет почему? мы обманули и те и другие опять-таки потому что я говорю потому что по сути дела мы говорим об одном и том же семействе рецепторов то есть это не какие-то две они не чувствуют что что-то меняется если бы им стало больно они бы вышли дело в том что и наши ноцицепторы они тоже лучше чувствуют когда имеется какой-то резкий градиент вот мы например резко притронулись к горячему чайнику и вот очень резко поменялась температура они дали очень четкий сигнал и сразу понятно а когда она растет постепенно 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 то и они начинают как-то постепенно подключаться очень медленно мы к этому постепенно адаптируемся и вот тогда они хуже выполняются в прежние сутки это красный карлик который ближе всех к нам находится вообще ближайшая к нам звезда и как раз недавно на орбите вокруг этого красного карлика была открыта планета в зоне жизни весьма землеподобная планета и вот давайте посмотрим посмотрим